Как вы думаете, кто скорее потеряет боевой дух при поражениях? Та армия, у которой мощная пропаганда, серьезная дисциплина вплоть до смертной казни в тылу, или та армия, у которой можно просто порвать контракт, просто порвать военный билет и убежать в тылу? Как полагаете? Ну, я еще хочу задать, кстати, ответить на вопрос по вот этим осужденным наемникам. У нас двум британцам и одним марокканцам. Я ставлю 9 к 1, что их либо помилуют, либо снизят им срок и в итоге обменяют. Ставлю 9 к 1. Если я ошибусь, я вот прям отдельный пост опубликую о том, что насколько положительное явление, поскольку их просто обязательно надо казнить, просто обязательно. Потому что казнь этих трех мерзавцев, врагов, которые добровольно приехали на сафари отстреливать русских, сбережет сотни, как минимум, а может быть и тысячи жизней русских солдат сейчас и в будущем. Потому что значительная часть тех, кто тоже собирается на это сафари в Англии, в Марокко, в Испании, в Финляндии, в Германии, подумает по чештрепу и скажет, да ну его. А если их не расстрелять и обменять, эти люди наоборот улыбнутся и скажут, а в крайнем случае сдадимся в плен и нам ничего не будет. Так вот сейчас действительно это своего рода Рубикон. Если эти люди будут казнены, они должны быть казнены. Это будет шаг к победе. Если эти люди не будут казнены, это будет большой шаг к поражению. Согласен, Вадим Ильич? Абсолютно.